Трудно сказать, но заявка уже есть на ремонт здесь, и пообещали нам вообще ремонт сделать. Пообещали. А вы хотели предложить ремонт сами сделать? Короче, я хотел покрасить стену. Нет, это можно сделать в любое время. Я знаете, что вспомнил сразу, я же вам рассказал, что был в Амминистане. А там интересно, там учатся в основном детки все-таки богатых. И преподают тоже в основном богатые. Ну, это вот, я знаю, по принципу. А что ж ты такой бедный, если ты такой ученый? Это вот вопросы всегда возникают. Да, что ты такой бедный, если ты такой образованный? Там, вот, на Востоке это как-то, этот вопрос всегда, как-то всегда странный. Как же ты бедный, если ты такой образованный? Образованный – богатый, значит. Ну и там вот такая картинка. Факультет, я не помню какой там, скажем, у физиков я этого не видел. Это, по-моему, в каком-то экономическом факультете. Ну я там был большой начальник и поэтому по всем факультетам там ходил. По-моему, на экономическом факультете у них. Экономический факультет у них, по-моему, американский. Там как бы каждый факультет кто-то из западных стран. Университет такое западное. Там есть политический институт. Ну, был. Сейчас, по-моему, там все разгромлено. Черт. А то строили советские все. КПИ. Он так и назывался. КПИ. Как у нас УПИ. Если я рассказывал вам или нет, это такая небольшая хогма. Ну это были, вообще говоря, которые связаны с УПИ. Ну, нынче мы же тоже как бы слились с УПИ вместе. СНГ так выглядит. Наш корректив, значит, должен проходить медкомиссию. Вот. Ну, то есть мы идем там в посольство, там, значит, сидит там в каком-то кабинете сидят эти женщины-медики. Вот. Ну, мы должны пройти комиссию. Ну, и что-то меня туда в посольство вызывают. Я забегаю, значит, вот в этот кабинет. Ну, вроде не все прошли там кто-то. Вот. Ты начальник, давай там, что же так это. Вот. Я захожу, а женщина, которая там сидит, ну, регистрирует все это. Он так поворачивается. Спрашивает, вы из УПИ? Я говорю, не из УПИ. А вы, говорю, из Свердловска? Тогда еще Свердловска был. Я говорю, а вы из УПИ? Это совсем кабул, да, вот такой. Я говорю, а вы из Свердловска? Он тогда одно место посмотрел. Ну, я, говорит, не из Свердловска, я вообще из Первого Уральска. Вот. Я говорю, ну, я понял все. Я говорю, откуда же вы тогда вот догадались? Я говорю, вы меня спросили из УПИ. А УПИ это значит все, однозначно только. Она спутала просто КПИ, ну, и УПИ, значит, вот видите как. А что, УПИ это... Везде в Кабуле знали, в общем, УПИ. Только через таких женщин. Ну, правда, это, наверное, только через этих женщин, потому что больше, по-моему, про УПИ там никто ничего не знал. Дело в том, что за границу в те годы, это было вот 86-й год я там был, За границу в те годы ездили только Москва, Украина. Украина там вся была представлена. Одесса, Киев. А я был круглый этого коллектива. Ой, как я с этими ребятами с Украины намучился так. Ой, тяжело, как вспоминают. Был у меня такой романсный помор, и эконом, экономист был. Он в Киеве, в каком-то райкоме комсомола работал. Ну, и вот, видимо, решил съездить, деньгу зашибить за границу, но никуда его не послали, кроме Афгана. Афган был последний. Вот, была приличная за границей тогда. Ну, если в основном деньги, грубо говоря, срубить, да. Вот, мы же там платили чеками. Вот. Была приличная за границей, ну, Алжир, например. После тех годов была приличная за границей, но там не стреляли, ничего, в Кабуле-то война идет. Вот. Ну, и там народ рвался в Алжир. А, ну, там же смотрели вот этих, ну, пустим, а этого? Нет, этого нет, не пустим. Вот. Ну, поэтому в Кабул попадали вообще, не то чтобы отбросить, я не могу так сказать, там были весьма приличные люди попадали. Вот. По-разному. Некоторые попадали просто посмотреть, вот, что-то такое Кабул там, вольна, посмотреть. Вот. Некоторые попадали, как я, я вам уже рассказал, меня вызвали, вызвали ректор с сигналом парткома и сказали, вот есть тут у нас, нашему университету выпала честь такая, вот, значит, направить в Кабул советником ректора нашего преподавателя, вот мы тебе советуем. Ну, я что-то подумал, подумал. Да, думаю, интересно как-то. Тем более, что я как раз только-только диссертацию докторскую защитил. А знаете, всегда после защиты как-то вот, ну, какой-то такой наступает период немножко, хочется что-то так обдумать все. Ну, и вот, а, кстати, еще было событие в 86-м году, Чернобыль взорвался как раз. Ну, да буквально вот перед Чернобылем, вот буквально, может быть, чуть не в тот же день меня вызвали там, значит, вот что-то. Ну, я так согласился. И, в общем-то, не жалею, потому что там тяжело было, черти, что я там чуть не посидел. Чуть-чуть не посидел. И там и посидел, как раз, в Афганистане. До этого был черный такой. Вот. Ну, все было. И, в общем, всякие ситуации. Но я не жалею, все равно интересно, на самом деле, побывать, посмотреть, как там все это делается. Вот. И вот на эконом-факе я вернусь теперь к аудитории. Так вот, по эконом-факу идем, там декан эконом-фака. По-моему, там американский все-таки был факультет. Физики-то немцы были, химики-то немцы были. Ветеринары-экономисты, фармацевты факультеты. Вот это были американцы. Филологи. Филологи. Ну, там был факультет такой политический. Ну, вот это, сейчас у нас такие факультеты появились, раньше не было. Вот. Так же, как был faculty of science у них. Faculty of science, там были три отделения химики, физики и биологи. Вот. И был факультет, по-моему, назывался он social science. То есть, да, вот то, что сейчас у нас всякие политологи, там, философы и так далее. Вот. Это французы были. Французы, я помню. Я помню, да, потому что ходил на этот факультет с преподавателем, мы там встречались. И я помню, как-то так вот сидим в каком-то кабинете, и с преподавателем еще так ля-ля. По-английски в основном. И один преподаватель оказался бывшим королевским министром юстиции такой. Вот я помню, он меня все время пытался подначивать там что-то про Сталина, меня все время спрашивал и так далее. Так немножко, как бы вот, как-то так чуть-чуть вот провокационно как-то, вот. Такое было. Ну вот, то есть, встречи были с такими людьми очень интересными. То есть, был, я до сих пор вспоминаю, был очень хороший мужик такой, бывший министр, королевский тоже. Министр, ну, на современном языке это, природных ресурсов или министр геологии. Я в том, что в Афгане, там, знаете, там, на самом деле, как на Урале, там, 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 черт, чего только нету. Ну, так как война идет. Правда, война это идет в основном из-за того, что там много чего есть у него. То есть, это вот изумруды, там есть такая изумруды и долина, вот был такой шмар. Когда мы там были, там было несколько групп моджахедов, ну, таких мужчин. Во главе стоял какой-нибудь там начальник свой, ну, я бы сказал, чаще всего это был местный такой князек, как бы, вот был такой Ахмад Шах, Ахмад Шах Масуд. Интересная личность, вообще, тем более, что когда мы оттуда ушли, вот с Ахмад Шах Масудом отношениями очень хорошими, как бы, стали. Потом его талибаны, по-моему, кончали. Вот. Очень была интересная такая личность. Вот у него была долина, где он, фактически, это, по-моему, Панжир, да, Панжир, где он там был, как бы, князьком местным. Вот дальше был... Один был, значит, Рабани. Рабани это был... Ну, это вот такой злостный был враг, как бы, нашим, там, в Афгане. Это бывший декан теологического факультета, вот, Коммунского университета. А вот после Рабани пришел там, ну, наши уже поставили декана, ну, как наши. Афганцы, ну, как бы, под нашим кураторством. Вот это вот такой тихий человек, довольно такой, какой-то безобидный такой. Вот я вот тоже хорошо более-менее знал, я с ним разговаривал. А вот с афганскими всякими природными ресурсами я тоже так познакомился, как-то на экскурсии, как бы, такой, ну, начальник, я там по разным министерствам ходил. И вот был в ней визит в Министерство природных ресурсов. Такой, наши уже построились, да, они красивые все. Вот, и куча там наших геологов была, там всякие. Правда, единственное, что там все время что-нибудь только наши поставят, эти маджихеды разбомбят там все, черт. Проблема была, вот. Ну, вот геологи работали. И вот я был у нашего советника, как бы, в этом министерстве, в кабинете у него такой вот. Ну, так, ну, что вам показать? Походит, как ну, вот так вот. А у него там какая-то газетка, типа «Правды» газетка. Вот, он так газетку отворачивает, говорит, вот тут вот, значит, радиоактивная руда. Ну, и тут же обратно эту газетку. Ну, чтобы, ну, радиоактивная руда. Ну, чтобы, ну, радиоактивная руда. И то, что сейчас вот. Вот картинка. Вот так вот. Ну, у нас тут еще даже время есть. Итак, пойдем дальше. Все-таки. Все-таки пойдем дальше. Что-то ремонтами закончили. Итак, значит, что дальше. Ну, вот к этим вещам, на самом деле, частично мы будем возвращаться. Но, повторяю, что это пока не дело вот нашего введения, не дело кристаллофизики как бы. Хотя здесь, конечно, кристаллофизический аспект есть. Я буквально закончу вот с зоны приблина с обратной решеткой вот на каких утверждениях. Во-первых, симметрия. На самом деле точная симметрия прямой и обратной решеток совпадают. Точная симметрия прямой и обратной решеток совпадает. А, кстати, это легко показать. У меня даже здесь записано. А, ну, нет. Я вас произведу. К на R. Вот вектор обратной решетки. А вот вектор прямой решетки. Да? Это, на самом деле, мы с вами показали, что это есть 2π на целое число. Да? А вот теперь смотрите. Я беру преобразование точной симметрии. Точной симметрии. Ну, ясно, что при преобразовании точной симметрии скалярного произведения оно не меняется. Вот. Но что это означает тогда? Это фактически означает так, что, значит, преобразование в прямом пространстве и обратное преобразование в обратном пространстве образует одну и ту же группу. Одну и ту же группу. Вот это очень важный момент. Одну и ту же группу, на самом деле. Почему? Потому что, на самом деле, как можно записать? Это как крест на R, строго это говорят, да? Вот. И если вы берете преобразование в прямом пространстве, значит, то есть это так запишется. ТЖ на R. Преобразование в прямом пространстве. Так. Но если теперь к скалярному произведению перейти, поскольку сколько это все равно константа он дает, я могу ТЖ перевести вот это преобразование на К крест. То есть как это могу записать? То есть это будет вот чему соответствует. К крест. У меня туда входит, да? Я пишу ТЖ крест. Потому что я переношу как-то. А ну лучше давайте по другому. Я просто перенесу это преобразование на преобразование К. Как? Ну да, К. Вот так вот. ТЖ. Преобразование ТЖ. Но это можно записать как ТЖ крест унитарных минус первое. Вот так вот. ТЖ это ТЖ крест минус первое. Потому что ТЖ крест это ТЖ минус первое. Как раз, да? Вот. на к крест ну а это в свою очередь я просто запишу следующим образом как значит ты же ты же на к так же на к крест а здесь они переставляются местами я вот это все-таки забываю ткк ты же так тоже минус первое крест вот так надо записать на вот это совпадал я переставлю местами да вот так как же минус первое крест пока значит на между вот теперь еще вернусь к солярному произведению давайте внимательно посмотрим я тут двигаться по дороге где-то собрал и так начались я действую ты же не надо перенести преобразование на к на камеру до привести то есть я должен что-то сделать значит так действовать а мы все правильно самом деле все правильно писал то есть я под действую оператором тоже на скалярное произведение нужно так записать тоже минус первое к вот так вот на тоже минус первые тоже минус первое на тоже я преобразовал до это снова вектор штрих какой-то а вот это не единичный вектор то есть все это будет соответствовать тоже минус первое тоже минус первое к вот правильно на самом деле так надо все это доказывать я действую оператором тоже на р оператором тоже на р это у меня какой-то новый вектор обратной решетки вот но я сейчас хочу просто показать что это преобразование фактически соответствует преобразование вектора к к обратному но таким образом я просто беру действую оператором обратного преобразования скалярно после он не меняется да ну тогда здесь тоже минус первым тоже у меня убирается я показываю что в результате я получаю фактические действия я могу перенести с р на к только обратное преобразование надо взять но так как у меня в группу точной симметрии входит обязательно основной приблизительно и обратной то тоже это же минус первое тоже это же минус первое принадлежат одному того же одной и той же группе рубеже а значит группа симметрии обратной решетки точно такая же это значит что симметрию прямой обратной решетки мы просто связываем хотя если учесть существование решеток с базисом вообще говоря картинка не такая простая вот например я могу привести такой пример относительно зоны брюлент то есть элементарные ячейки обратной решетки скажем для простой кубической решетки обратная решетка тоже будет простая кубическая для границентрированной кубической решетки обратная решетка как ни странно будет объем на центрированный и наоборот для прямой объем на центрированные решетки обратная решетка будет границентрированный то есть когда рассматриваются решетки непростые решетки с базисом то трансляционная симметрия, вообще говоря, иногда может таким сложным образом преобразовываться. То есть, решетка может менять характер центровки базиса, я бы так сказал. Идем дальше. Идем дальше. Как определяются параметры координаты атомов при исторической решетке? Я думаю, тоже вы из рентгенографии должны тогда знать. Значит, координаты атомов задаются обычно в параметрах если я пишу x, y, z в координатах атома то, как правило, значит не как правило, практически всегда x, y, z это координаты в единицах соответствующих параметрах решетки. То есть, в единицах соответственно параметров а, b, c или а1 а2, а3. Это тоже надо иметь в виду, поэтому координаты могут так выглядеть. 1, 0, 1, скажем так. Ну, обычно запятые ставим. x, y, z вот так, запятые. Ну, или там, скажем, если у вас ну, я условно, конечно, 1, 0, 1 записал. Если минус 1, то минус вверху ставится вот, координаты атомов. Значит, позиции атомов ну, и, координаты, или позиции атомов они бывают нескольких типов бывают позиции общие позиции общие вот здесь записано на самом деле общие позиции бывают позиции частного типа это позиции, которые связаны с определенной симметрией то есть, если ваш атом сидит на плоскости отражения, либо сидит на оси, то есть, через него проходит ось симметрии, мы говорим атом находится в частной позиции частной позиции ну, для теоретика конечно, координаты атома важную роль важную роль играют при преобразовании к симметрии у вас позиции размножаются в общем случае, ну, понятно, что если вы задали атом с определенными координатами то при поворотах у вас, скажем так либо при трансляционных элементах особенно вот таких вот комбинированных трансляционных элементах атом у вас будет переходить в новое положение ну, многое зависит от того как это новое положение со старым связано ну, понятно, что если вы получили новое положение которое соответствует старому плюс вектору решетки ну, это просто эквивалентное положение но при преобразовании из точной группы симметрии прежде всего атом может перейти в новое положение которое неэквивалентно старому неэквивалентно старому что я имею ввиду? ну, если вы берете напомню, если вы берете преобразование симметрии решетки то все атомы при этом преобразовании перейдут друг к другу но если вы берете преобразование не связанные то есть не являющих элементов симметрии может такое быть ну конечно может быть так вот у вас может быть поворот скажем на сто восемь градусов является элемент симметрии поворот на 90 градусов не является преобразованием симметрии но при этом атомы как-то так переходят из одного положения в другой так вот размножение позиции размножение позиции определяет вам тип позиции тип позиции обозначение обычно позиции выглядит так позиции частного типа размножающиеся при преобразованиях точечной симметрии обозначается соответственно а b c с указанием числа атомов занимающихся позицию поэтому может быть для атомов обозначение скажем позиция атомов 4 а это означает что на самом деле 4 атома занимает позицию данного типа и при преобразовании ну скажем поворота там на 90 градусов или еще какие-то преобразования эти атомы переходят друг друга друг друга может быть обозначение скажем 8d такой не так и так далее вот я приведу вам пример я довольно часто пример приводил скажем я беру филипп и 3 ферма 3 и 3 ферма 3 в элементарной ячейке вот этого кристалла находится 4 формульных единицы 4 формульных единицы это что означает в элементарной ячейке 4 и 3 находится 4 и 3 4 железа и 12 кислородов вот как они распределены по позиции а вот интересно что все вот эти вот 4 или образуют четверку Before ours связанных преобразованиями преобразование симметрии своеобразно потому что при вот этих преобразованиях это частное преобразование они не являются преобразованием симметрии всейbu fish but к этих преобразования в четверках переходит как бы сама в себя. Ну, в каком смысле сама в себя? Внутри этой четверки мы атомы расписываем 1, 2, 3, 4. При преобразованиях вот из этой частной подгруппы, как бы, да, у вас все происходит. У вас атомы 1, 2, 3, 4 могут меняться местами, скажем так. То есть четверка остается на месте, но они могут меняться местами. В счете, вот, позиции, скажем, 4А, 4А, дальше позиции, железо, 4, ну, их отличаю, скажем, 4Б, это другие позиции. А вот здесь вот тут интересно как раз, среди вот этих 12 позиций они делятся на позиции двух типов. 8Д, вот, вот, обозначается, и 4А. 4А. То есть есть 4 кислорода, которые ведут себя при преобразовании, оставляющих вот эти и 3, и 4-ку саму собой, да, то есть инвариантно относительно вот этой 4-ки. Ну и кроме того, есть еще 8 кислородов, которые вообще на самом деле ведут себя совсем по-другому при преобразовании, ну, это преобразованием поворота, прежде всего. поэтому здесь вот за этим тоже надо следить. Дело в том, что если вы указываете тип позиций, то иногда не задают координаты всех 4-х атомов. Вот. Указывая просто хотя бы 1 атом из позиции определенного типа. остальные симметричные эквивалентные. Да, и остальные можно получить с помощью определенных преобразований. Ну, на самом-то деле вы при этом просто можете все преобразования перебирать, которые у вас, так сказать, есть, и смотреть, как у вас эта четверка переходит друг к другу. Идем дальше. Значит, такие понятия тоже из-за звуки кристаллах физики. Ну, первое число ближайших соседей, координационное число. Число ближайших соседей, координационное число. Обозначается Z. Причем интересно, что во многих случаях ввести понятие координационного числа довольно сложно. Почему? Ну, видите, понятие ближайшего соседей, оно иногда бывает таким, ну, размытым. Ну, представьте себе, что у вас есть несколько соседей на расстоянии, ну, я так пример привожу. Кстати, вот, похоже на конкретную ситуацию в Викитаре Феорума-3. Расстояние, например, а вот я давайте Феорумо-расстояние возьму. Значит, тогда по-другому немножко. 1,98, 1,99 и 2,01. Вот, три расстояния существуют, железный кислород. R, Феорум, O равняется. Вот, три варианта. Ну, то есть, они отвечаются все. Ближайшие соседи, значит, ну, на самом деле, ближайшие соседи здесь 6 штук. Вот они на три пары делятся, но сразу вы стоите. Вот это называют? Да нет, на самом деле, конечно, все вот эти, они, видите, по расстоянию близки, тут разница всего 1%, меньше даже. Ну, их все относят к ближайшим соседям и говорят, что в этом случае коррекционное число для железа Z-феорум шестерка будет. Вот хуже, например, с окружением Итрия. Дело в том, что у него в ближайшие соседи кислороды, так, но это ближайшее окружение так сильно искажено, что там расстояние R, Итри, О, Итри, О, меняются, ну, это примерно так вот, от двух, ну, скажем, до 2,7, от 2,0 до 2,7 Стрэба. Я точно не помню, но примерно вот масштаб такой. Ну, и здесь вопрос сразу возникает, потому что вот всего попадает сюда порядка 12 атомов. Ну, среди них, видите, есть 2,0, примерно так же, как здесь, и 2,7, 2,7 это все-таки, и 2,0 это очень большая разница. Все взаимодействия очень сильно падают с увеличением расстояний, поэтому иногда, когда я вижу пару и три кислород на расстоянии 2,7, я могу сказать, что они практически не взаимодействуют друг с другом. Поэтому включать число ближайшей соседей, координационное число, вот это, кажется, смысла не имеет. Но опять же, это все, знаете, как с валентностью у хибиков. Ну, такое понятие иногда разбитое очень. Но тем не менее, что некоторые считают, что все они входят в ближайшее окружение, но это как-то оговаривается чаще всего. Понятие координационного шла. Типичные координационные числа, например, в кубических решетках, кибичные координационные числа, 6, например, для группы Куба. Для кубических координационных кристаллов, 6, 8, 12. Вот классическое для кубических кристаллов классическое координационное число. 6. Октоэдрическое окружение, вот ближайшее окружение, октаэдр. 6. Кубический кристалл, октаэдр, 6 соседей. 8. Когда атом сидит в центре кубика, правильно, тоже кубический кристалл. Вот 8 соседей. Координационное число 8. 12. Ну, надо представить себе 12 примерно так. Вот смотрите, я беру одну плоскость, квадрат. В центре у меня сидит атом, у него 4 соседа. А вот теперь возьмите эти плоскости, размножьте поворотами на 90 градусов. То есть, эта плоскость у меня расположена, это плоскость X, Z, да? Точно такую же плоскость сделаете еще XY, вот так разверните, и X, Z. Поверните сюда на 90 градусов. Ну, у вас возникнет, значит, 4 эквивалентных конфигураций такие, да? Только вот на 90 градусов развернуты. 12 соседей тоже кубическое окружение. Все преобразования симметрии из группы куба будут переводить это окружение в собой себя. Так же, как у всех этих предыдущих случаев. Вот, это типичная ситуация, почему кубик обычно выделяет. Ну, надо иметь в виду, что, видите, как, вот природа, интересно, природа, она, с одной стороны, стремится к симметрии, так, вот, но, с другой стороны, постоянно сталкивается с нарушением симметрии. И, на самом деле, жизнь, это, понимаете, тонкая игра симметрии и ее нарушения, асимметрия. Вот, мы, видите, мы такие симметричные структуры, да, так, я имею в виду, левая, правая, но обязательно нос куда-нибудь в сторону уйдет, и уха одно в два раза больше другого. Ну, что-то так, гординь. Но, представьте себе, вот, идеальную такую ситуацию. У вас и левая, и правая, и вот, в коридоре, на перемене у всех что-то немного прическа какая-нибудь, ну, как-то все люди стараются асимметрию внести, чтобы как-то вот, ну, такую личность как бы проявить и так далее. И в природе это очень так же, интересно. Вот, кристаллы кубические, красивые, как бы, кристаллы должны быть, там, все идеально, там, и так далее, но ведь вы в природе практически не можете такой найти ситуацию такой идеализированную. Обязательно что-нибудь подпорченное. Вот, например, И3-феррома-3, мы говорим, пировскитная решетка, в идеале это кубическая решетка, в идеале. Ну, а реально, видите, вот я уже привел пример, в идеальном кубическом окружении вот эти все расстояния должны быть одинаковые, ну, скажем, по два экстрема. Ну, а здесь, видите, ферром и 6 его соседей кислородом будут, там расстояние меняется. Углы должны быть 90 градусов, а здесь углы 89, 88, 92, и так далее. Вот, то есть, это асимметрия. Она может быть больше-меньше. Для теоретика очень важна ситуация, когда она относительно небольшая. То есть, тогда теоретик вспоминает разложение, как там, в ряд Тейлора, ой, разложение в ряд Тейлора, это вообще великая вещь. То есть, представьте себе, что ваш октайдр, искажен, например, да, но искажение, вот я привел пример расстояния, то есть, искажение, можно характеризовать дельта-р, от клонения R, ну, обычно в кристаллах межатомные расстояния L означает, дельта-р, кэр. Это, скажем, величина порядка 10-2, 1%. Это что означает? Это означает, что я могу рассматривать в неком таком грубом, нулевом приближении идеальный октайдр. То есть, пренебречь этим искажением, ну, 1%. Мелочевка, казалось бы, да? И тогда, для теоретики, это очень важно, потому что сразу у вас повышается симметрия, число преобразования симметрии растет, вот, и у вас появляется возможность использовать все преимущества высокой симметрии. Но реальная ситуация, конечно, вот такая. Что вы потеряете, что вы приобретете? Вы легко видите, мы об этом уже говорили. Если ваш кристалл будет кубическим, он будет оптически затронул. А этот кристалл, например, двупреломляющий реальную. И это двупреломление связано вот с этими искажениями этого октайда, в частности. А искажение 10-2, так? Значит, у вас двупреломление тоже будет 10-2. Вот, как теоретика работает сразу, видите? Элементарный сразу элементарную оценку делает. То есть, фактически, у вас двупреломление Δn, n, 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 и в центре ломления, а Δn, его отклонение, это будет величина, порядка, легко догадаться. Если появление двупреломления, то есть, оптическая инистропия связана с искажениями, то что это будет порядка Δn, L, порядка 10-2. Ну, так и есть на самом-то деле. Более того, вы можете аккуратненько вот все эти искажения учесть, и вообще двупреломление, оно характеризуется, на самом-то деле, ну, это немножко упрощенная картинка, на самом-то деле, надо брать терзоделлектрический проницаемость, эпсула на ее, и как-то вот его, ну, я еще вот так запишу, давайте, его надо связывать, вот, а, здесь тоже можно ввести, кстати, тензор, ну, не театрической проницаемости, а деформации октайного, вот, мы об этом еще поговорим, вот, ну, сейчас уже у нас есть, я вас уже сильно задержал, все, до свидания.